Добрый день, друзья! Как видно, как слышно, кто уже был не первый раз, обычно ставят либо плюсик, либо десять, если слышно хорошо, по шкале от одного до десяти, чтобы обратная связь была, друзья. Так, отлично. Ну, я смотрю, тут не только... Так, Арманд. Ага, это у нас Арманд. Мы сегодня ведем вебинар вдвоем с Армандом. Вот он, наш представитель, сотрудник и директор Global Transnet UK. Вот, но сейчас он находится в Челябинске. Он только что вернулся с командировки с Таиланда. Вот, обычно мы ведем с Алексеем Суходоевым. Это тоже активнейший молодой директор с Челябинска. Но он сегодня отбыл в командировку в Индию, вот, на ГУА, для того, чтобы там продвигать проект Transnet. И как у нас уже с ним по практике идет, он никогда не возвращается без адресного проекта. Так, значит, ну я смотрю, здесь не только новички. Здесь уже, так сказать, уже далеко и старички находятся. Но это тоже ничего страшного. Значит, друзья, вы, наверное, заметили, мы разнесли сейчас два вида вебинаров и наших встреч. Первый мы сделали на час раньше традиционной 13-часовой встречи по средам. Для того, чтобы все-таки больше ориентироваться и разговаривать с новичками. Те, кто только пришли в проект, те только подсоединились. И наша задача, чтобы те, кто ходят регулярно, на каждый вебинар приглашали еще новых участников проекта. Но, исходя из той логики, которую мы закладываем, у нас новички должны расти примерно, удваиваться, утраиваться каждую неделю. Ну, мы начали первый вебинар с Алексеем две недели назад. Для новичков у нас там было чуть больше 40 человек. Сегодня удвоилось. В общем-то, я могу сказать, что, конечно, слабо. Но, друзья, это начало. Мы отрабатываем сейчас эту логику для новичков, потому что мы с Алексеем несколько расслабились за последние полгода. Мы стали вести все-таки больше уже для тех, кто в программе, для тех, кто знает, кто требует новых овощей, для кого нужен анализ. Исходя из проекта SkyWay, конечно, это более легкая такая работа, когда общаешься уже с единомышленниками. А для тех, кого... Так, звук только шипит. Так, друзья, все-таки давайте еще. Звук идет? Или все-таки... Так, Самара. Мы уже скучаем. Ну, понятно. Друзья, это тоже по собой. Но это я буду уже анализировать и говорить по нашему вебинару, который будет следующий в 13 часов. А сейчас все-таки время очень сжато. Поэтому давайте традиционно я... Наталья, если можно поставить... Так, треск. Арман, у тебя тоже плохо слышно? Или это вопрос... Сейчас у меня... Арман, как звук? То есть, у вас... Я уже вас там вообще ползунок за самый нормальный. Я уже вас там вообще ползунок за самый нормальный. Так, вот так лучше? Так лучше? Вообще нет звука. Вас не слышно. Ребята, как меня слышно? Меня тоже не слышно? Так что, было у вас слышно? А, вот. Сейчас, да? Арман, слышно? Так как... Ну, как нас... Сейчас слышно. Так, вот пишут. Теперь слышно, хорошо. Так, отлично. Что-то видите у нас? Младший брат наш барахлит интернет. Как мы его называем? Так вот, друзья. Перейдя. Мне интересно. Сейчас выключился интернет. И вместо комнаты появилась вот такая большая рожа, так сказать, с крестик. То есть, это или какая-то шутка, или когда выключается, рисуется, что нет связи. Ну, очень интересная картинка получилась. Значит, смотрите, какие цели и задачи мы сейчас... Так, у Армонда все хорошо, у меня трещит. Так, что ж такое? Еще уберу звук вот так. Так, вот сейчас пишут все отлично уже, да? Ага, хорошо. Так, ну все, давайте начинать. А то время идет. У нас задача в 12.45 закончить. Значит, смотрите, мы для новичков, кто первый раз прошел, значит, у нас тогда... У меня просьба, кто пришел вообще первый раз на наши встречи, наберите в чате цифру 1 и ввод. Вот, чтобы мы видели, что кто-то есть вот из новичков. А, Наталья, если можно, тогда опросник поставьте, чтобы поставили в процентном отношении. Вот, чтобы есть... Так, Светлана, да, естественно, что так как для новичков надо по-новому вести, значит, друзья, меня зовут Сибиряков Сергей. Я являюсь экономистом, макроэкономистом, давно занимающимся проектом Skyway. Вот, более 15 лет. И сейчас я в группе компаний Skyway занимаюсь стратегией развития, макроэкономическим прогнозом и анализом, связанным с развитием технологии. Вот, я долгое время был чиновником, до тех пор, пока не познакомился с Юницким Антульдарчем. Это автором технологии и тот, кто этот проект запускает и ведет. И таким образом, вот уже последние 10 лет, вся моя профессиональная деятельность, вся моя работа связана непосредственно с развитием проекта. И сразу переходя к делу, чтобы было понятно, что два года назад мы после длительного развития проекта, после того, как он и провел первую демонстрацию в Озерах, это когда генерал Лебедь поддержал и очень многие чиновники там побывали, В 2009 году был представлен президенту Медведеву на тот момент, после чего у нас были определенные проблемы в связи с тем, что неадекватная совсем поддержка правительства, которую мы ожидали. Это говорит о том, что проект довольно-таки серьезно и крупно развивается. Это довольно-таки уже длительная история с точки зрения инженерного развития Юницкого. Он занимается технологиями больше 40 лет. А мы сегодня приступили уже непосредственно к внедрению под технологией, под брендом Skyway. И два года назад был запущен проект уже непосредственно на краудинвестинге, то есть с помощью народного финансирования, когда мы обратились к большому количеству людей для того, чтобы они поддержали этот проект. И буквально сейчас вот уже и на вебинаре в 13 часов, и потом в 20 часов, и то, что был телемост в этом и в субботу, и в воскресенье, где было порядка 5000 человек в общей сложности на двух этих телемостах, это как раз говорит, и на этих телемостах и Юницкий, и вся наша команда именно отчитывалась о проделанной работе, потому что конец года. И мы подводили итоги по тому, что сделано, что строится сегодня в Марьиной Горке, то есть это полигон, где сегодня уже демонстрируется и показывается сама технология. А технологии чуть позже, собственно, о чем идет речь, именно о технологическом устройстве, расскажет Арманд в двух словах, потому что у него это лучше получается. Я хоть и давно в проекте, но как вот эта молодежь, которая подключилась к проекту, может сегодня доносить информацию, я просто диву даюсь. И Арманд разработал такую методику, я вам могу сказать, что презентация за 29 секунд. И я был свидетелем, когда Арманд, Алексей Суходоев, Ольга Шентина, это вот наши, те, кто активно работает, могут провести презентацию и заинтересовать человека в проекте за 29 секунд, чтобы он дальше потом интересовался. Значит, это, друзья, конечно, высший пилотаж, потому что мне в такие сроки, конечно, не удавалось привлечь людей в проект, хотя я привлекал людей, которые инвестировали, приходили потом на десятки, сотни тысяч и долларов и фунтов. Я привлекал людей, которые потом становились серьезными проводниками в правительстве, даже докладывали Медведеву и Путину об этом проекте, то есть такого крупного рода и бизнесмены, и чиновники. Но, естественно, друзья, эта работа не 29 секунд, и тем более, и то, что сегодня вот эти вот молодые ребята делают, у меня, конечно, душа просто радуется, потому что такие талантливые и такая серьезная поддержка в проекте, какая идет, она, конечно, дорогого стоит. Поэтому, друзья, я делаю общий ввод сегодня. О чем идет речь? Куда мы вас пригласили? И куда вот тут у нас вот 7 человек проголосовало, то есть это 13 из 51 проголосовавшего. Ну, то есть буквально, наверное, как всегда у нас где-то человек 20 новичков. Вот для начала это пойдет, но со временем, конечно, друзья, мы каждый вебинар должны удваиваться, утраиваться. И как раз с нового года мы запустим такую методику, и мы будем проводить региональные конференции. Вот я на прошлой неделе приехал из Самары, мы там собрали 100 человек, следующую конференцию наметили уже как минимум на 700 человек. Вот сейчас мы в Казани, также прорабатываем вопрос, получится у нас в январе, не получится, уже цель на 1000 человек. И это как раз, друзья, о том, как мы должны нести, и быстро эта информация должна распространяться. Так вот, для новичков, чтобы совсем в двух словах, куда вы попали. Идет развитие цивилизации, с этим, спорить, друзья, бесполезно. За последние 15-20, а точнее 30 лет, произошла технологическая революция, которая связана с развитием интернета. Сегодня мы все уже не представляем, как жизнь была наша до ксерокса, до факса, до мобильного телефона, до мобильного компьютера. То есть это все, друзья, реалии нашей жизни. У меня сегодня шестилетний сынишка спокойно уже качает интернет, сам входит, сам переписывается с одногруппниками по детскому саду. Вот это, могу сказать, друзья, сегодняшнее реалии нашей жизни. Какое-то время назад это было представить невозможно. И это, друзья, все сделала технологическая революция, если говорить классификацией, пятый технологический уклад. Соответственно, если пятый, значит, были до него еще четыре, и значит, будет шестой. Это научная классификация именно научной школы, которую развивает Академия Глазев и теорию, которую мы сейчас поддерживаем. Наталья Лярман, кто у нас с слайдами? Поставьте вот те слайды, которые идут, переход, самолет братья Фрайт и то, что показывает. Вот пять технологических укладов, это то, что прошло. О, вот это вот, пускай вот эта картинка стоит, она очень наглядно показывает, и с этим, друзья, со здравого смысла спорить просто невозможно. Что Стефенсон, вы видите, первый паровоз, который изобретен в первой трети 18 века, сегодня это скоростное железное движение железнодорожное. Это скоростью уже 300 километров рабочей скорости, а уже есть и 400, и приближается к 500. И это фактически предел железнодорожной скорости, за которой просто эксплуатация и строительство трасс нецелесообразны с точки зрения экономики. Вы видите самолет братья Фрайт, который подняли в 1903 году 17 декабря. Кстати, на прошлой неделе у нас был юбилей, почему-то мы его как-то не отметили. Вот, соответственно, сегодня современные самолеты, машины, их нельзя сравнивать, потому что другой технологический класс, это другое исполнение, это другие экономические возможности. И это говорит о том, что за чуть больше 100 лет авиация сделала настолько огромные шаги, и сегодня, исходя из технологического развития, она приходит к своему уже закату этой технологии. И то, что мы сегодня развиваем, в ближайшие 15-20 лет фактически закроет нишу авиации, потому что скоростное движение Skyway, очень дешевое, экологическое, оно уберет и скоростное железнодорожное движение, потому что это не то, что прямой конкурент, а это следующее развитие. Так же, как мобильная связь заменила проводную связь, так же, как сегодня персональные компьютеры заменили эти огромные машины, которые раньше были ЕС-1022, кто помнит, и кто еще на них работал, либо на Ире, либо Истра. Для молодежи эти слова ни о чем, а для старшего поколения вы понимаете, соответственно, о чем речь. Так вот, друзья, это естественное развитие, и его отрицать абсолютно невозможно. И, соответственно, по так же, как развился и вошел в нашу жизнь, и изменил нашу жизнь интернет, то есть интернет это то, что классифицирует и является ядром пятого технологического уклада, то есть предыдущего, и то, что дал расцвет таким технологиям, как программирование, как операционное обеспечение. И мы видим сегодня, казалось бы, раньше невозможные капитализации Билл Гейтса, который богатейший человек в мире, и который делает именно системы, связывающие миллиарды устройств, и то, на чем мы работаем с помощью персональных компьютеров. То есть это информационная оболочка, которая создает среду интернет, и, соответственно, его Microsoft-компания сегодня одна из самых капитализируемых в мире, потому что она работает в этой нише, и она заняла эту нишу одной из первых. И, соответственно, ее за собой сохранила. Мы видим такой феномен, как Джобс, который стал иконой этого времени, который стал кумиром поколений, и который показал, как сегодня с развитием новой технологии создаются новые корпорации. И 750 миллиардов долларов – это капитализация, которая ранее не представлялась возможным даже таким гигантом, как General Electric, General Motors, IBM, которая занималась электронными системами на протяжении 50 лет. Но, тем не менее, Джобс показал, что новые возможности, новые уклады – это становится абсолютно новым принципом капитализации. И те, кто инвестировал и вкладывал 30 лет назад в компанию Apple, сегодня получили рост акций более чем в 3600 раз. Это абсолютный рекорд пока за всю историю экономики, за всю историю цивилизации. Потому что ниша, которую создал интернет, он наиболее крупный, и та динамика развития, которая была, позволила это сделать. И еще раз говорю, чтобы вы понимали, что тот, кто инвестировал, для нас это очень важно понимать, потому что мы покажем логику. То, что мы сегодня создаем, и то, что мы сегодня делаем, и ниша, которую мы создаем, она в десятый раз больше ниши интернета. И, соответственно, тот, кто сегодня будет инвестировать и сегодня приходить в новую технологическую нишу, он также имеет возможность капитализировать свои инвестиции десятки, сотни, тысячи, десятки тысяч раз. И понятно, друзья, что сегодня то, что мы делаем, это абсолютно новая новизна, новая работа, связанная с инновацией, с новой технологией, с внедрением инфраструктурных проектов. Но, друзья, когда вас призывают и вы инвестируете уже в готовые системы, ни о каких премиях, ни о каких высоких дивидендах речи быть не может. Естественно, что вы уже все понимаем, исходя из развития интернета, пятого технологического ухода, тот имеет возможность получать серьезные премии, венчурные премии в проектах, которые за это и платятся, что вы приходите туда, что сегодня еще нет, но завтра будет доминировать. И наше утверждение той экономической и технологической школы, которую создал академик Антон Иванович Юницкий, это автор и родоначальник вообще концепции движения с помощью струны, это то, что идет следом за интернетом, это технология Транснет. Соответственно, кто сегодня входит, он является на острие технологического развития, на острие прогресса, и мы как раз доносим эту информацию, мы вам показываем, что те возможности, которые открываются, они бывают очень редко, а точнее раз в одно столетие. А то, что сегодня открылось, это вообще впервые, наверное, это за всю историю цивилизации, поэтому те возможности, которые есть, сегодня они открыты для всех, но, друзья, как показывает практика, этим естественно воспользуются сегодня тоже не все, потому что кто-то понимает, кто-то к этому относится скептически, но это, друзья, сейчас у нас есть очень хорошее мерило, и это мерило рассудит и покажет, и покажет все, кто прав, кто не прав, это, друзья, время. И когда год назад мы начинали только-только первые шаги по формированию конструкторского бюро, по строительству первых участков демонстрационного полигона, посмотрите все ролики, которые будут дальше на следующем вебинаре, вот, это говорит о том, что за год мы показали, продемонстрировали и активнейшим образом развиваемся, и когда мы говорим, что технология активно развивается, мы под этим четко понимаем, что и как мы делаем, потому что мы ни один день, ни один час за этот год не стояли на месте, вот, мы очень активно развиваемся. Мы активно продвигались, Юницкий активнейшим образом генерил новые инженерные решения, новые чертежи, конструкторское бюро все это воплощало в конкретные рабочие, уже инструменты рабочие чертежи, которые размещаются на производстве, и сегодня идет активное строительство уже и станций, и инфраструктуры, и опор. Сейчас идет изготовление подвижного состава, и я могу сказать, что начиная с марта месяца у нас постоянные будут демонстрации, и мы уже будем показывать именно основы технологии. Вот на слайде, который сейчас стоит перед вами, вы видите вот на крайнем правом углу, это ЗИЛ-131, это лаборатория, которую поставили на струнную систему, то есть это рельс, который всего меньше 100 килограмм весит один метр. И основное сегодня отличие от железной дороги, от авиации, это о том, что сегодня Юницкий сконцентрировал все преимущества технологий, которые есть, но при этом убрал все недостатки, которые присущи, допустим, автомобильному транспорту, железнодорожному транспорту, авиации, и создал симбиоз систему, которая дает принципиально новые возможности. То есть что такое принципиально новые возможности? Это абсолютная безопасность, то есть это намного безопаснее, чем автомобильные, потому что автомобиль самый сегодня опасный вид транспорта, потому что на дорогах в мире гибнет полтора миллиона человек в год, и около 15 миллионов становятся инвалидами. Это абсолютно экологичность, потому что на перемещение на 100 километров, если в эквиваленте переводить в топливо, то это меньше 100 грамм на одного пассажира. Сегодня для автомобилей даже 2 литра на 100 километров, это кажется несбыточной мечтой. Сегодня самые экономичные автомобили с гибридными двигателями работают все-таки в районе 3,5-4 литров, пускай даже 2, пускай даже литр. Это все равно на порядок больше, чем в системе SkyWay. Ну и уже не говоря о том, что скорости и комфорт, экологичность, то что будет происходить, это сегодня технология нового столетия, нового тысячелетия. И то, что Transnet определит развитие на ближайшие 20, 30, 50 и 100 лет, это абсолютно точно так же, как и определил развитие интернета. Вот это то, что, друзья, с точки зрения технологии, с точки зрения введения, вот необходимо, чтобы вы знали, чтобы вы понимали, куда вас зовут, чем мы занимаемся и, соответственно, чем дальше, какую научную именно базу вы будете получать. Следующее обязательно представлять необходимо о том, что есть история развития технологий, то есть я про уклады уже говорил, что вся цивилизация развивалась такими длинными экономическими волнами. Эту теорию ввел Николай Кондратьев еще в начале 20 века. Суть этой теории заключается в том, что при новых изобретениях наша жизнь, наша цивилизация радикально менялась. С этим, друзья, бесполезно спорить, потому что сначала появились фабрики, потом паровые машины, и так же, как паровоз и пароход, и потом паровые молоты и паровые двигатели, которые служили в промышленности, они изменили до неузнаваемости облик цивилизации, это конец 18 века. Потом, когда появилось электричество, друзья, тоже глупо утверждать о том, что экономика и мир до электричества и после электричества, это принципиально новый мир, это совсем другая система экономическая, финансовая, цивилизационная. Потом появился двигатель внутреннего сгорания, начался 20 век, это эпоха нефти, доллара, развитие крупных корпораций, страховых финансовых рынков, это система перетекания и контроля доминирования сегодня североамериканской валюты над миром. То есть то, что мы сегодня видим и то, что сегодня начинает меняться. В конце 20 века, то есть где-то с 1970, это зарождение века интернета, когда появилась первая пакетная передача данных, потом появились персональные компьютеры, потом кремниевая технология, то есть это интегральные микросхемы, которые могут генерить уникальную электромагнитную волну. Ну и таким образом появилось уже программирование, облачное программирование, которое связало все это в одну среду, которую мы сегодня называем интернет. Это то, что изменило нашу жизнь, изменило границы и убрало фактически барьеры между переходом информации. И интернет это так и называют технология, которая связана со сбором, обработкой, передачей, использованием и хранением информации. То есть это информационный век, это информационная технология и она как раз прошла, как я уже сказал, с определенными финансовыми на наших глазах изменениями. То есть мы увидели, как молодой парень Марк Цукенберг становится богатейшим человеком в 27 лет, хотя сегодня мало даже кто может объяснить, что такое облачное программирование и что такое зона, которую занял Фейсбук в информационном пространстве, таким образом капитализируется. Но это, друзья, реалии времени, это то, что нам дал пятый уклад. Сегодня идет активная замена пятого уклада, входит шестой технологический уклад. Это абсолютно естественный процесс, следом за информационными технологиями всегда идут транспортные технологии. И сейчас начался век изменения именно транспортной инфраструктуры. Транспортная отрасль очень консервативна. То есть мы сегодня пользуемся самолетами, хоть и никак брать не рад, посмотрите на картинки, но они все-таки придуманы в начале 20 века. Соответственно, паровозы, они придуманы еще в середине 18 века, и только в 19 веке они стали как развивающаяся технология. Автомобиль, то же самое, Бенц сделал это в 80-х годах, даже 19 столетия. Потом уже Мерседес запустил производство первых автомобилей с Майбахом. Как вы понимаете, это все для нас сегодня уже новые названия, точнее знакомые названия, что такое Мерседес, Бенц, а кто такой Мерседес и кто такой Бенц, мы только догадываемся. Мы сегодня знаем, кто такой Форд, который применил новую технологичную поточную технологию именно производства автомобилей. И сделал новую технологию, которая позволила сделать дешевыми автомобилями, дешевые автомобили для десятков миллионов людей. И, соответственно, он изменил пространство, потому что все пригороды стали доступными для автомобиля. Соответственно, это изменило облик цивилизации, изменило финансовую систему, потому что я могу сказать, что автомобиль сделал возможным ипотечное кредитование в Соединенных Штатах. А это сегодня самый крупный финансовый рынок в мире. Соответственно, как вы видите, техника влияет на финансовые потоки, и это все очень взаимосвязано в нашем мире. И то, что мы сегодня приступили и начинаем делать, друзья, это шестой технологический уклад. Это новая технология второго уровня, новый дешевый экологический транспорт, транснет, который мы создаем на базе струнных технологий инженера Юницкого. Это новая инфраструктура, которая будет кардинальным образом менять облик цивилизации в ближайшие 3, 5, 10, 15 лет, и мир изменится еще сильнее, чем изменился мир интернета. Если интернет убрал информационные, соответственно, границы, то транснет уберет физические границы. Мы будем перемещаться из любой точки в любую точку очень быстро, экологично, дешево и, соответственно, без всяких границ. Если вы можете сказать, что это утопит или это невозможно, друзья, я сразу отсылаю на 20 лет назад, говорю, ребята, смотрите, как развивался интернет. Транснет с учетом технологий будет развиваться еще быстрее. Если мне говорят, что, вот вспомните 30 лет назад, если бы я вам сказал, что информация будет распространяться в видеосигнале из любой точки мира в любую точку мира, и мы с вами будем общаться в видеоконференции бесплатно, вы бы мне не поверили, потому что на тот момент телемост мог провести только один президент с другим, и это стоило очень дорого. Сегодня эта технология абсолютно доступна, скайп пользуемся бесплатно. Точно так же сейчас наше абсолютное даже не утверждение, а абсолютно четкое уже и даже не прогноз, то, что мы сегодня это создаем. Мы говорим, что начиная через год начнет строиться технология, через три года она будет входить, а через пять лет это станет реальность, когда на территории евразийского пространства из любой точки в любую точку вы будете перемещаться с самолетной скоростью, первым классом самолета, первым классом, то есть индивидуального купе для каждого. И что самое главное, я вам, друзья, скажу, бесплатно. То есть вы будете перемещаться вдоль то, что сегодня является Транссибом или еще ряд линейных городов, которые будут возникать, и перемещение в этом пространстве будет бесплатно. Мне сегодня скептики или те, кто не верят в технологии, говорят, не может быть. Я говорю, друзья, а если 20 лет назад я вам говорил, что видеоконференции, которые мы проводим, на которых присутствует полторы тысячи человек с пяти континентов из 47 стран одновременно и для всех это бесплатно, но тоже, кажется, друзья, фантастика. Эта фантастика уже пришла сегодня. И то, что мы сегодня делаем, что для себя вы основное должны понять и основное вынести из тех, кто первый раз сегодня пришел, что, друзья, вы подключаетесь к технологии, которая меняет облик цивилизации, которая меняет сегодняшний мир. И для вас, тот, кто сегодня подключился, это будущее, а для нас, друзья, это настоящее. И если для меня это настоящее уже 15 лет, для Юницкого это настоящее уже 40 лет, Он создает это каждый день. Он работает и сегодня, когда уже работают сотни конструкторов, это огромное количество людей, которые проектируют уже и подвижной состав, и станции, и всю инфраструктуру, которая будет селена, и линейные города, и порты, которые будут делать, и системы, которые будут добывать новые месторождения в сегодня недоступных вещах. И когда мы говорим, что экономика изменится радикально и очень существенно, то мы говорим это потому, что мы знаем, что даст технологии. И когда мы говорим, что мы знаем, как мы будем жить, где мы будем жить, какую пищу мы будем есть, какую воду мы будем пить, каким воздухом дышать, это, друзья, будущее для вас, для нас это сегодня настоящее. И что нас, друзья, в этом объединяет, что мы сегодня делаем? Мы создали систему, когда каждый желающий сегодня может инвестировать, войти в эту технологию, он может сегодня стать совладельцем интеллектуальной собственности, и когда эта технология начнет выходить и приносить дивиденды, он к этому может иметь самое прямое отношение. И это, друзья, будет не всегда. Это только начальный этап. И если говорить такими расхожими фразами, то вы сегодня оказались в нужное время и в нужном месте. Какой основной скептиз сегодня возникает? Почему люди не верят, особенно русскоязычные? Не верят, что такое может быть в России, не верят, что такое могут сделать русские, и не могут поверить, что именно из нашей страны, из нашей русской среды это все начнет развиваться. Но это, друзья, все, что вы здесь сегодня видите, авиация, это большинство русских паровозов, начиная, это тоже очень серьезное, то, что сделали и продвинули русские ученые. И дальше, если говорить, был Можайский, который создавал всю теорию, был Жуковский, который всей теории, и братья Райт строили на основе теории Жуковского подъемной силы. Подъемную силу был Циолковский Константин Эдуардович, который дал всю концепцию космического движения, и, соответственно, на этом мир сегодня весь летает, и вся космонавтика сегодня не зря носит имя и Академия космонавтики, и все именно Циолковского, потому что он дал. Был Сикорский, наш русский изобретатель, который дал абсолютно новую концепцию тяжелее воздухоаппаратов, которые могут двигаться без взлетной полосы, это геликоптеры или вертолеты. Поэтому, друзья, нам есть что показать, и вся эта цепочка, и Можайский, и Жуковский, и Циолковский, и Сикорский, и когда мы говорим, а теперь Юницкий, Юнеобъединяющий и Юницкий русский изобретатель дает новую концепцию движения, то, я думаю, это тоже ни у кого не должно вызывать сомнений, это, друзья, абсолютно очевидно. И не верят те, кто это либо пессимисты, либо враги, но самое главное могу сказать, что когда мы общаемся с иностранцами, я сейчас передам слово одному из таких иностранцев, вот, это парень, который подключился на первой нашей конференции, вот, который закончил школу в Риге, и потом стал гражданином Англии, вот, и работал в гостиничном бизнесе, а сейчас я могу сказать, это один из наших активнейших директоров, это один, кто сегодня продвигает проекты, на следующей, или через, на следующей неделе он летит уже к премьер-министру Ирландии, вот, представлять технологии, заключать проекты. Это как раз те, кто подключаются к нашему проекту, это Арманд, вот, и я очень хочу, чтобы он вам сказал свое видение, свою презентацию, и как раз, вот, я считаю, что это видение иностранца на то, что происходит в технологии SkyWay. Арманд, я передаю тебе слово, давай, твоя очередь. Так, где у нас Арманд? Так, 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 да, да. Ребята, я, по-моему, это видно, слышно, еще раз, пожалуйста, дайте обратную связь. Спасибо, Сергей Анатольевич, за представление, да, но я еще не являюсь гражданином Британии, да, я просто там живу, вот, но на самом деле имею большую честь выступать перед вами, ребята, и вообще с такими людьми, как Сергей Анатольевич, там, все, всем сомнения. Я точно так же сомневался, наверное, многие из вас, которые сегодня первый раз пришли, думаете, ну, наверное, какой-то там бред опять, технику какую-то несут, да, и так далее. На самом деле, слышно, ага, отлично. На самом деле, я такой же скептик, и это хорошо, потому что только скептики могут разобраться. И я вас призываю к тому, чтобы потратьте полчаса времени, мы вам скинем определенные ссылки, да, где есть информация. А Google сегодня для всех, в принципе, доступен, да, и вы можете воспользоваться Google и найти все ответы на ваши вопросы. Хотел бы рассказать одну историю, то есть, в принципе, это произошло со мной полтора года назад, когда я первый раз услышал Сергея Анатольевича Сибирякова, да, и я его слушал, так как я был скептик, я его слушал очень скептично. То есть, что это значит? Каждый раз, что кто-то рассказывал, я, то есть, я жал на паузу, да, так как я в записи смотрел, и вот нажав на паузу, я сразу там Google, Википедия, и что поразительно было, то, что действительно, все, что он говорил, это реальность. Даже на сегодняшний день я имею честь быть не в Челябинске, Сергей Анатольевич, а в Омске, вот, и так как это Сибирь, то есть, я действительно первый раз в жизни увидел, что такое ваша лютая зима. Теперь я четко понимаю, для чего Анатолий Юницкий именно сказал, что преимущество транспорта, стройки в вечной мерзлоте, так как сегодня здесь дороги, да, в принципе, они слились, наверное, уже с асфальтом, да, то есть, не с асфальтом, а с пешеходными дорожками. Соответственно, весь стройка такого транспорта, она значительно повысит перевозки по России. А так как я еще свое время следил за, по-моему, это был Делягин, за Делягином, и, соответственно, он тоже там рассказывал о том, как развивались там страны, да, и почему Россия, имея такие большие, скажем так, просторы, и жалюзи вот всех этих природных ископаемых, да, почему они сегодня находятся на уровне ниже, чем та же самая Британия, которая сегодня, им все, что имеет, это только финансовые рынки, да, которые приносят большие, и, соответственно, это портовые, то есть, все, что связано с перевозкой. И тогда я просто задался себе вопросом, а почему кто-то имеет возможность, а мы нет? Да, это очень, на это есть очень простой ответ. Каждый из нас недостоин, то есть, по мнению определенных семей, да, участвует в каких-то, скажем, передовых технологиях, которые будут потом приносить вам деньги. Для них самое главное, это вас заставить, вот, посадить в коробочку, и в этой коробочке показать с пункта А в пункт Б, с пункта Б в Ц, с пункта Ц в Д, да, то есть, вы вот так вот должны жить, по их мнению. Соответственно, очень многие знают, там, такие компании, как Google, да, там, Apple, уже приведенный пример. Вот, буквально сегодня, да, информация, Элон Маск запустил SpaceSix, да, соответственно, это первая ракета, которая взлетая, она делится на две части, а первая часть улетает, как бы, в космос, а вторая делает оборот, да, и приземляет уже, как этот самый, ну, на лапки. Понимаете? Вопрос в чем? Элон Маск туда вложил денег, но он не дал ни одному человеку возможность поучаствовать. Почему? Потому что НАСА заключила с ними уже договора, там, на 1,6 миллиардов, да, ежегодно, потому что они будут доставлять какую-то груз туда. Здесь вопрос в другом. Верите ли вы, что есть такие краудинвестинговые площадки, где мы сегодня можем долей, да, мы становимся дольщиками, ходим вот в этот вот, как бы, society, это, ну, такое, как объединенные, да, мы одной целью, одной идеей, и мы с вами каждый, там, либо по 10 долларов, кто там 100 долларов, кто 10 тысяч может вложить, и мы все причастны к этому. Вот, когда вы разберетесь, когда вы сделаете ваш собственный, как это, research, забывают, ну, в общем, вам нужно разобраться, сделайте это для себя, так как буквально через, я думаю, полгода-год, когда уже Анатолий Дуарович Юницкий продемонстрирует первые юникары, а сегодня я вот, как Сергей Анатольевич говорил, да, то есть я лечу, действительно, в этот самый, в Ирландию, и в Ирландии я буду именно, то есть разговаривать и получать от государства полную поддержку, что мы можем идти в газеты, в радио и так далее, для того, чтобы там это все запускать. Это будет буквально 8 января. Соответственно, ну да, я просто иногда забываю такие слова, и, ну, так как у меня три языка, то есть я сам латыш, всем уже 6 лет живу в Англии, то есть в Лондоне, плюс у меня моя, скажем так, деятельность, да, заключается в том, чтобы все то, что мы здесь говорим, донести до англичан. Вот, как это будет по-русски? Не знаю, как это будет по-русски. Вот, и, соответственно, очень-очень рад тому, что я могу сегодня с вами поговорить. Хотелось бы, может быть, задать именно новичкам вопрос. Ну, напишите ваш вопрос, если у вас есть такой, и, возможно, мы сможем ответить. То есть либо я, либо Сергей Анатольевич ответит. Так как я абсолютно уверен, что у новичков, у них есть вопросы, и нету глупых вопросов, да, то есть все вопросы, они действительно имеют место быть. Нету вопросов, все понятно. Хорошо, тогда у меня еще есть 5 минут. Я бы хотел поделиться еще одной историей, каким образом я пришел в Skyway. Я в Skyway пришел первое. Это я работал в гостиничном бизнесе, и в этом гостиничном бизнесе, то есть, если будет инвесторов, что они потом... Смотрите, пройдет время, может быть, там год, 10, 20 лет, и все станут миллионерами. Но те люди, у которых акций, скажем так, больше, они станут миллионерами раньше. И все будет зависеть от того, как много дорог будет построено. А стройку начнем уже в 2016 году. Уже Анатолий Довальевич Юнистский сказал, что он уже демонстрирует первый легкий транспорт. То есть, не транспорт, а Юнибай. А сегодня уже был продемонстрирован 1 к 10 модель. Соответственно, если уже 1 к 10 едет по расчетам именно ученых, то все нужно просто увеличить и, соответственно, запустить. Другой вопрос. Можно посмотреть наше видео, то есть, наше презентацию, где мы это делали. Но, в принципе, это делается очень просто. И на сегодняшний день, открываю вам секретно, все, что я делаю, я человеку показываю стройку и говорю, видишь, там строится. Сегодня у тебя есть возможность быть в доле. Так как очень многие знают о таких вещах, что есть начальная стройка, допустим, больших 9 этажек. И если в этот момент вы придете и застолбите за собой квартирку, то она вам обойдется 30-40% дешевле. Соответственно, здесь за 29 секунд. Первое, видео. На видео есть стройка, либо ряд фотографий, то есть, от начала до конца. И на сегодняшний день вы ему просто говорите, так, стройка есть, сегодня у тебя есть вопрос, то есть, вариант вложиться. Если его это не интересует, не тратьте время. Он придет, рано или поздно он придет. А как можно, допустим, с этим самым человеком за 29 секунд провести презентацию? То есть, ваша часть – это за короткое время ему донести. Первое. Сегодня технологии развиваются, и это можно привести там в Skype, Bitcoin и так далее. То есть, вы должны иметь, скажем так, понятие, да, что это такое и как это донести. Второе. Если я тебе сегодня скажу о том, что ты сможешь от пункта А в пункт Б, то есть, дома доработать, добираться за 10 минут и 10 рублей. Интересно тебе будет? У человека сразу же в голове, да. Следующий момент, спрашиваешь, а если при всем этом ты можешь, скажем, намного больше времени потратить со своими там друзьями, знакомыми, родственниками, с женой, с подругой. То есть, интересно такая? Да, интересно. Если без акцента, ну, простите. Вот. И третий момент, который, а при всем этом еще получать дивиденд. Интересно. У человека интересно. Все. После этого вы просто говорите, давайте обменяемся контактами. И таким образом, каждый из вас сможет заинтересовать человека, если человеку это вообще интересно. Потому что многие люди, они живут в неведениях. И неведение, то есть, есть три типа людей. То есть, тип людей, которые в неведении, то есть, это те, которые не понимают и не верят. А это очень просто. Первый тип людей, он понимает, что А плюс Б равно С. Да, то есть, в школе учились все, все знают формулу. Второй тип людей, которые не понимают, почему А буква, какой-то математический, сложный, это самое, второй буквой, да, и вообще там С на выходе. Что это такое? Не понимают. Но есть третий, которые не понимают и не верят. А второй, второй слой людей, то есть, он может быть не понимает, но он верит, что так есть. И соответственно, вот если вы попадаете на первых два, которые либо понимают, да, а это по большей части технически образованные люди, а вторая, это те люди, которые просто верят. Они верят, что этому есть место быть. Вот. Поэтому, ребята, приглашаем вас на следующий, следующий вебинар, который у нас будет через 15 минут. Сергей Анатольевич, вам слово. Спасибо. Вот видите, друзья, я тоже пишу, так сказать, я тоже очень рад, когда познакомился со всеми этими ребятами, это после первой нашей конференции в прошлом году, мартовской, вот, на которую как раз приехали и Алексей, и Арманд, и Ольга, и Шантина, и вот Андрей Хавратов, и вообще вот все, все, с кем мы сейчас работаем. Это как раз сразу резко изменило и всю ситуацию. И дальше мы из вот такой кучки энтузиастов, кучки людей, которые продвигали, сразу выросли в серьезную команду, в серьезную, которая сегодня и дает серьезные результаты. И действительно, вот, я на прошлой неделе был, встречался с мэром Самары, вот те, кто из Самары, те знают, и видели, мы там договорились, и уже 19 февраля будем подписывать первый договор о строительстве, и уже где-то в, так скажем, где-то июль, конец июля, начало августа, уже предполагаем начать строительство непосредственно в Самаре, уже конкретных трасс. Это, друзья, очень такой существенный подход, существенное движение, вот, и я могу сказать, что вот Арман сейчас ведет переговоры с правительством Ирландии, Алексей в Челябинске, сейчас вот он улетает в Индию тоже там для переговоров, то есть тоже там я абсолютно уверен, что у Алексея обязательно там что-нибудь получится, там проектов очень много, вот, это как раз говорит о том, что, друзья, мы активно движемся, и технология востребована, и сейчас в этой части мы в 13 часов, мы будем обсуждать уже конкретные примеры, конкретные вопросы, связанные с выделением гектара земли, который сейчас идет, инициирован Путиным процесс, и тоже обсуждать очень многие вещи, которые связаны с развитием проекта, с технологическими шагами, которые будут сделаны первое, второе, третье, четвертое, и это как раз, друзья, особенно на фоне отчета за год, когда то, что показывает, что задекларировано, и что сделано, поэтому, друзья, те, кто вошел первый раз, вот, что я вам рекомендую, общайтесь с теми, кто зашел год назад, потому что я могу сказать, что люди, которые год назад пришли, они пришли, когда не было ничего, с точки зрения, что мы вам сейчас можем показать, у нас был опыт 15-летней давности, у нас был опыт неудач, который прошел вот за последние, там, пять лет, и мы начали процесс фактически с нуля, и мы говорили, что мы будем создавать конструкторское бюро, мы будем создавать производство, мы будем брать землю, мы будем строить экотехнопарк, а сейчас, друзья, мы это уже показываем, и Арман то, что абсолютно четко, убедительно говорит, друзья, самая хорошая аргументация за 29 секунд, это показать, что сделано, и в конце одна фраза, вот ты бы хотел сейчас участвовать в компании, Apple только в 10 раз круче, вот у тебя есть такая возможность, тот, кто вложил в Apple 30 лет назад 10 долларов, сегодня это в 3600 раз увеличение капиталовложений, поэтому сегодня, кто будет вкладываться в эту компанию, имеет возможность, мы всегда это говорим, это венчурный проект, это не то, что мы обещаем, гарантируем, мы выписываем в Vexi, нет, друзья, к сожалению, наш мир дает такое огромное количество внешних факторов, которые от нас не зависят, начиная от неадекватных руководителей целых стран, где мы начали работать в Литве и столкнулись с полным просто шизофренией с точки зрения руководства страны, вот, это то, что есть конкуренция недобросовестная, когда крупнейшие мировые корпорации начинают уже видеть конкурентов и начинают двигаться, это как раз, друзья, все говорит о том, что проект непростой, но, я могу сказать, с учетом нас в проекте сегодня зарегистрированных людей, тот, кто уже пришел, получает информацию, это больше 230 тысяч человек, это, друзья, довольно-таки существенный аргумент, через полгода я абсолютно точно могу сказать, и если я буду неправ, друзья, то я буду перед вами просить прощения за то, что я выдаю неправильный прогноз, нас будет миллион, это меньше, чем за полгода, к концу года будет планка 5-10 миллионов, это абсолютно четко, и мы это выходим не из каких-то прогнозов, что это мы говорим, мы говорим о том, как рос этот год, количество людей, которые пришли, мы видим, как сейчас увеличивается интерес к проекту, а по мере того, как мы все больше и больше даем доказательную базу, интерес к этому растет все больше и больше, ну, я могу сказать, что я сейчас готовлю презентацию, мэру Санкт-Петербурга, Полтавченко, мы готовы, после Нового года мы будем презентовать мэру Москвы и Собянину, и будем запускать проекты, еще наши ребята сегодня активнейшим образом работают по десяткам и десяткам и уже сотням городов, где это будет продвигаться, а когда мы начнем строить летом, это будет самый лучший аргумент, с которым возражать будет бесполезно, ну, все, друзья, на этом все, кто новички пришли, я рад, что вы с нами, я рад, что вы подключились, получайте информацию, изучайте, смотрите за теми акций, у нас так, вот здесь вот, ну, это извините за мой, за мой, за мой прокол, у нас есть промо-код, который дает введение этого промо-кода при покупке потом пакета, который будет, будет давать вам существенные, существенные такие, скидки до 30%, но я это напишу в чате, наверное, только, когда уже начнется второй вебинар, потому что, к сожалению, мне Алексей оставил эти промо-коды, но я бы о них совсем забыл, извиняюсь, поэтому, друзья, потерпите еще 10-15 минут, мы начнем второй вебинар, сейчас будет очень серьезный вот репортаж, который мы говорили, это для всех, кто подходит уже на вебинар, который будет на 13 часов, а дальше я напишу промо-код, и для новичков, смотрите, изучайте, общайтесь с теми, кто уже в проекте, напитывайтесь этой информацией, получайте для себя необходимый багаж знаний, чтобы принимать решения, ну, а рекомендация, естественно, уже это о том, что не теряйте те возможности, которые бывают раз даже не в 100 лет, а раз, наверное, там в 300 лет, вот мы посчитали, то, что сегодня получается, это такие возможности соизмеримы, наверное, которые были 300 лет назад, ну, 300 лет за всю историю, когда можно с чем-то сравнивать, поэтому, друзья, давайте делаем перерыв, и до 13 часов, Наталья, у меня просьба тогда, сейчас сначала, репортажи, которые снимали, которые идут от Skyway, а потом мы запустим вот этот вот отчет, который идет от компании, потому что на сегодняшний момент это самый главный материал, так, ну, давайте, и друзья, тогда, Наталья, запускайте ролик, который есть, а я тогда могу еще на вопросы какие-то поотвечать, так, да, Александр, в этой же комнате мы решили и для новичков, и для всех остальных делать одну комнату, так, все, я тогда отключаюсь, я смотрю вопросы, и потом я на них поотвечаю, когда уже будет время. Субтитры сделал DimaTorzok